Суставы человека — это сложные анатомические структуры, которые обеспечивают его ежедневную подвижность и активность. Они состоят из суставных поверхностей костей, хряща, мышц и связок, а также защитной оболочки. Существует множество заболеваний, которые повреждают эти структуры, поэтому важно поддерживать их здоровье и знать, какие продукты разрушают, а какие наоборот восстанавливают суставы, негативно на работу суставов, также влияют интенсивные физические нагрузки, поднятие тяжести, длительные стоящие или сидячие работы и возраст. Далее мы рассмотрим список продуктов, которые не стоит употреблять при болезнях суставов. В видео также сможете узнать о продуктах от износа суставов. Поэтому прошу досмотреть ролик до конца, прошу тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, ценить работу команды «Подписаться» и нажать на колокольчик сделайте так, чтобы кнопка «Подписаться» превратилась в «Подписаны». Заранее спасибо и приятного просмотра. Сахар и рафинированные углеводы. К этой группе относятся шоколад, конфеты, торты, а также любая выпечка. Эти продукты провоцируют и усугубляют течение аутоиммунных заболеваний суставов. Ученые доказали, что существует прямая зависимость между обострением ревматоидного артрита и употреблением сладости. Если у вас есть остроартроз или другие хронические заболевания суставов, то рекомендуется исключить продукты, держащие сахар, из своего рациона. Молочные продукты, молоко-творог и йогурт или кефир, содержат большое количество полезных веществ, они богаты кальцием, поддерживающим здоровье костей. Однако множество современных научных исследований показывают прямую связь между употреблением молочных продуктов и ухудшением течения ревматоидного артрита, вероятной причиной являются скрытые непереносимость лактозы, которые все чаще появляются с возрастом. При болезнях суставов рекомендуется белок из других продуктов, например, хорошей альтернативой могут стать бобовые или овощи. Алкоголь. Употребление спиртных напитков вредит не только суставам, но и внутренним органам особенно страдают печень, головной мозг и сердце. Алкоголь оказывает непосредственное цитотоксическое воздействие на клетки структурных элементов сустава, в частности на клетки, хряща хондроциты, при их разрушении выделяются медиаторы воспаления, что приводит к артриту. При наличии подагра и воспаления суставов пальцев, стопы опасным является употребление пива, это вызывает обострение заболеваний и приводит к ухудшению самочувствия. Для поддержания здоровья вашего опорно-двигательного аппарата воздержитесь от приема спиртных напитков. Соль и консерванты. Сложно найти продукты на рынке без добавления соли или химических консервантов, их активно используют для улучшения вкусовых качеств, внешнего вида или продления срока годности товара. Такой состав негативно влияет на работу всего организма. Соль нарушает функционирование суставов, а также ухудшает течение аутоиммунных заболеваний опорно-двигательного аппарата. При болезнях суставов лучше ограничить употребление соли до 5 грамм в сутки, и даже меньше при этом необходимо учитывать скрытую соль, которая входит в состав большинства продуктов, внимательно изучайте этикетки на товарах в магазине перед покупкой. Кукурузное масло – этот компонент входит в состав многих хлебобулочных изделий, он содержит полезные кислоты, которые необходимы нашему организму для нормальной работы сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем. Однако входящие в состав кукурузного масла омега-6 кислоты обладают провоспалительным действием. Это означает, что они поддерживают воспаление при хроническом артрите различные этиологии, поэтому людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата следует заменить кукурузное масло на оливковое, в нем содержатся омега-3 кислоты, которые облегчают течение артрита и уменьшают воспаление. Мясо. Речь пойдет прежде всего о подагрическом артрите. При этой патологии происходит отложение солей и мочевой кислоты в суставах, она формируется из пуриновых оснований при распаде белка. При подагре важно соблюдать растительную диету и исключить красное мясо из своего рациона, его употребление вызывает воспаление, боль, отек и покраснение суставов. Людям с другими патологиями опорно-двигательного аппарата рекомендуется ограничивать поступление белка с пищей до 1,5-2 грамм на килограмм массы тела в день. Это позволит снизить риск развития подагры. Фруктовые соки. Вред суставам наносят не только пакетированные соки из магазина, но и свежевыжатые в больших количествах. В первом случае это источник большого количества скрытого сахара, во втором — фруктозы. Это тот же сахар, который присутствует во многих фруктах и ягодах, его избыток способствует обострению подагрического артрита, кроме суставов. Такие соки могут спровоцировать артериальную гипертензию, а при длительном употреблении — ожирение. Чтобы избежать негативных последствий, рекомендуем не злоупотреблять с фруктовыми соками и учитывать держание в них фруктозы. Не превышайте норму в 200 млн напитков 2-3 дня. Жареные продукты при термической обработке продуктов теряется большей часть их полезных веществ, погибают витамины и другие необходимые для здоровья компоненты. При жарке пищи на масле образуются трансжиры, которые негативно влияют на сердечно-сосудистую пищеварительную систему, а также на работу опорно-двигательного аппарата. Ученые доказали, что регулярное употребление жареной пищи ухудшается состояние суставов, особенно при ревматоидном артрите или подагре. Для защиты опорно-двигательного аппарата рекомендуется выбрать другой способ термической обработки, полезнее готовить на пару, варить или запекать, обязательно добавить в рацион свежие продукты овощи и зелень. Общие рекомендации для здоровья суставов, питание хрящей суставных поверхностей костей и других структурных компонентов сустава осуществляется за счет синавиальной жидкости, околосуставные ткани кровоснабжают сосуды, поэтому прямое влияние на здоровье опорно-двигательного аппарата оказывает пища и поступление с ней полезных компонентов, необходимых для нормальной работы сустава. При наличии патологии опорно-двигательного аппарата следует придерживаться следующих рекомендаций, контролируйте водный баланс в организме, это означает, что в сутки необходимого выпивать достаточно количество жидкости для взрослого человека, это примерно 1,5 литра, количество увеличивается при выполнении физических нагрузок или в жару недостаток воды, нарушает питание сустава, что приводит к дегенеративно-дистрофических изменениям, разрушению хряща и развитию остеоартроза. Избыток также вреден, так как может вызвать отеки мягких тканей, в том числе и суставов, контролируйте свой вес. Ожирение повышает нагрузку на опорно-двигательный аппарат, что со временем вызывает разрушение его структурных компонентов. Исключите из рациона вредные продукты, которые мы упоминали раньше, консерванты, соль, сахар, а также алкоголь. При готовке отдайте предпочтение вареной, тушеной или запеченной пище, без жарки на масле. Разнообразьте рацион свежими овощами, зеленью, ягодами и фруктами, в разумных количествах эти продукты насыщают организм витаминами и незаменимыми веществами и восстанавливают суставы. Продукты от износа суставов. Ранее мы рассмотрели продукты, которые разрушают суставы, теперь стоит уделить внимание тем продуктам, которые наоборот полезны для работы опорно-двигательного аппарата и защищают суставы от преждевременного износа. Прежде всего стоит отметить пользу рыбы для нашего здоровья, этот продукт уникален, так как содержит много белка и незаменимых омега-3 жирных кислот, наиболее полезные – это лосось, форель и тунец. Рекомендуется регулярно употреблять рыбу в своем рационе, так как она уменьшает боль, воспаление при различных болезнях суставов, а при ревматоидном артрите или остеоартрозе уменьшает скованность по утрам. Не менее полезным продуктом является соя, благодаря большому содержанию питательных веществ, она устраняет воспаление при артрите, а также способствует заживлению и восстановлению хрящевой ткани. Кроме того, соя защищает организм от злокачественных опухолей и нормализует гормональный статус. Малоизвестный овощ авокадо является очень полезным для опорно-двигателя аппарата, в последнее время его стали употреблять более активно, но многие люди до сих пор не знают о положительном влиянии авокадо на организм, это источник полезных жиров, витаминов и антиоксидантов. Овощ снимает воспаление в суставах, а также укрепляет связочный аппарат, это незаменимый продукт. При остеоартрозе многие ягоды, вишня, малина, черника и другие, полезны для работы суставов в их состав, входят антоцианы с антиоксидантным действием, которые защищают клетки опорно-двигательного аппарата от разрушения, а также улучшают обмен веществ. Между структурными компонентами сустава отдельное внимание среди овощей заслуживает брокколи. Капуста являются источником витамина С и К, которые замедляют прогрессирование остеоартроза, входящий в ее состав кальций, укрепляет костную систему овощ, незаменим в любом возрасте, особенно для детей и пожилых людей, это отличная профилактика деструктивных изменений суставов. Одним из полезных напитков является зеленый чай, входящий в его состав вещества, тормозят активность остеокластов. Это клетки, которые отвечают за разрушение старой костной ткани. Также в зеленом чае содержится много антиоксидантов, защищающих структурные компоненты суставов от разрушения различными агентами, опухолевыми клетками или свободными радикалами. Противовоспалительным действием при артрите обладают цитрусовые и киви-витамин С, входящий в их состав, также улучшают кровоснабжение околосуставных тканей. Киви полезен при подагре, так как выводит избыток соли, мочевой кислоты из организма, это уменьшает приступы острого артрита. При данном заболевании заключения мы рассмотрим, субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok